Итак, сегодня у нас тема оформления приема на работу. То есть кадровый учет, он большой, там и прием, и перевод, и увольнение, и куча трудовых книжек, и все на свете. Мы поговорим только о переводе, пообщаемся. То есть, как это делается, что нужно учитывать при приеме на работу работников, как оформлять, какие документы должны быть обязательно. Вот это мы с вами поговорим. Итак, кто мне скажет, с какого возраста можно брать на работу? Трудовой кодекс, трудовой договор позволяет записаться? 16. По общему правилу. 16. Возраст, возраст. Вот теперь смотрите. Вот если взять кадровый учет вообще, то по сравнению с менеджером по персоналу, потому что мы же с ними, подбор, рекрутером, специалисту по кадрам живется немного проще. Потому что на каждый вопрос, который задается, есть всегда ответ. Причем ответ он именно такой, он прописан в документах. То есть, вам приходит и говорит, вот, надо сделать вот так, вы говорите. А вот статья такая трудового кодекса. Вот здесь вот обзас какой-то, вот решение Верховного суда, вы все остальное не пойдете. Поэтому у нас все ответы лежат в трудовом законодательстве. Поэтому в 63 статье сказано, что трудовой договор заключается с лицами, достигшими 16-летнего возраста. 16 лет у нас можно по общему правилу заключать трудовой договор. Это не значит, что это просто так заключить 16-летний трудовой договор, что он пришел, и вы его взяли на работу. Это несовершеннолетие. Там есть ограничения. Но трудовой кодекс говорит, что 16 лет можно заключать трудовую договор. То есть, это общее правило. Но, естественно, там есть свои ограничения. Поэтому с 16 до 18 лет здесь только должно быть наличие одного документа, медицинской справки. О том, что несовершеннолетний может работать, выполнять трудовую функцию, которую мы поручаем. Без этой справки даже не думайте взять на работу несовершеннолетнего. Будет только хуже, если вдруг что-то всплывет. Поэтому к вам пришел. Трудоустраиваться, зачастую бывает, там, ЖКХ или еще на лето устраиваются детишки, там, курьеры устраиваются детишки, там, ну, пожалуйста, без вопросов, чего не подработать, там, если возможность есть. Но прежде чем его принять на работу, извольте направить его на медицинский осмотр. Дать ему направление. Да, да, дать ему направление. Потому что предварительный медицинский осмотр, так же, как и медицинский осмотр периодически, происходит за счет работодателя. Согласно Трудового кодекса. А куда мы отправим? По месту жительства? Вы отправляете его. По большому счету, вы можете отправить по месту жительства, в принципе. Но, если вы сделаете так, то, в принципе, справка-то у вас есть. Будет. Вопрос в другом будет. Если придет инспектор, может ли он задать себе такой вопрос. Согласно Трудового законодательства раздела охраны труда, мероприятие, связанное с охраной труда, происходит за счет работодателя. Все медицинские осмотры при приеме на работу и передней медицинской осмотра регулируются приказом 302Н Минздрава. Согласно этого приказа, работодатель должен заключить лечебное учреждение, имеющим на это лицензию. Там должен быть профпатолог, они должны быть лицензией проведены осмотра по Москве. Это не все медицинские учреждения, не все. Если хотите знать, какие в Москве имеют право, я делаю просто. Запрос в департамент здравоохранения города Москвы, дайте мне список. Они вам присылают весь список, и вот вы имеете лечебное учреждение, которыми официально право проводить медицинские осмотры. Потом мне оказалось, что я не левый на самом деле. Вы даете направление, он туда приходит, проводите медицинские осмотры, ему на руки ничего не дается, вам выдается акт о проведенном работе и справку. Как выводите направление? Как выводите направление? Вообще сейчас направления как таковые, ну, есть 302Н, есть там формы. По несовершеннолетним они, смотрите, тут какая штука. Что касается 302Н, там нужно указать факторы невыприятного воздействия, либо работы. По несовершеннолетним, то, что я по практике связывался, сталкивался, пишут должность, по которой принимаются. То есть курьером ли, там еще кем-то, или там озеленителем, или еще кем-то. Они прямо подумают, что может работать прямо таким, или пишут. Вот поэтому вот мы делаем справку в свободной форме, но как бы угловой штамп организации, все, просим вас дать несовершеннолетие о возможности такого-такого-такого-то года рождения, работать там на период такой-то, такой-то, в должности такой-то. И они прямо на этой справке, в принципе, нам и пишут, что ответ там, все, врач, что может работать по такой-то должности, все, мы его просто все взяли. Вот, то есть при приеме на работу работника в возрасте от 16 до 18 лет вам нужна только одна справка, медицинская. И все, согласие родителей не нужно, ничего больше не нужно, ничего вообще не нужно. Только нужна медицинская справка. И это важно, без медицинской справки даже не думайте. Потому что может быть такое, что сейчас случается. К вам приводят, к примеру, там, мама или папа, которые работают в вашей организации, приводят, ну, давайте на лето возьмем курьером, там, подработать или еще что-то, там, 3 копеечку заработать себе, там, на мороженое, все остальное. Ну, и старший заодно пойдет. А вы говорите, а справку? Да завтра принесет. Да мы сейчас, мы завтра сходим, все получим, как бы все нормально. Я, честно говоря, вас предостерегаю вот так вот поступать. Потому что дата этой справки будет наверняка позже дата приема. И, соответственно, де юре вы приняли работника без справки. То, что будет потом, это потом. Мы просто не имели права принимать. Поэтому, как в этом, у нас стулья. Сначала деньги, потом стулья. Сначала справка, потом прием. Да, но ты ребенок пришел на полтора месяца, там, у него больше не получается. А мы сначала письмо в департамент, потом список, потом заключим договор с ними, потом сходят. Секундочку. И остается тренировка. А кто-то сказал, что ради только этого человека, ради этого ребенка должны заключить договор. У вас что, нет категория работника, с которым вообще должны проводиться медицинские осмотры? Сейчас задам вопрос такой, на засыпку. Специальная оценка условий труда проводилась? Что? Не проводилась, понял. Вот. Это просто один из элементов. Вот, понимаете, это из элементов. То есть несовершеннолетний. Потому что если в компании не работает система, то понятно, что из-за этого несовершеннолетнего никто не будет этой ерундой заниматься. Правильно? Но я говорю пока про несовершеннолетнюю. Я говорю про всю систему. Вот система должна работать. Несовершеннолетний просто попадает, располнится, вперед медицинский осмотр проект. Ну ладно, главное, что справка должна быть. Даже если он получает справку у поликлиники своего лечащего врача, ну хоть как-то вы закроете по этому вопросу. Но дата справки. Раньше дата приема. Даты в кадрах очень важны. Дальше. Обычно они, если ваш терапевт проходит, он пишет. Справка. Это справка медицинского учреждения, где есть печать. Ну как положено. Там есть печать, печать врача. Там все есть. И инспекция, в принципе, ничего нормального. Уже если справки нет. 15-летние тоже могут работать. Здесь, кроме медицинской справки, документы образования или справка об обучении. То есть из школы. Где он там учится? То есть вот тоже такое требование. Есть еще 14-летние. Вот здесь должна быть справка от родителя или под учителя. А также разрешение органов опеки и попечительства. И медицинское право вообще не обсуждается. То есть родители согласились, что все равно опека нужна с попечительством? А также, видите, а также. Если будет разрешение родителей, уже будет хорошо. Органы опеки здесь, в принципе, ничего не делали. Когда нам выгодно брать несовершеннолетних? Квота. Если организации больше 100 человек, у вас наступает квота. 4% от численности работников у вас делится 2% на несовершеннолетних. Ну, как там, на молодежь называть, не только несовершеннолетних. Там еще где-то первый раз поступают на работу, там учатся. И 2% на инвалидов. У кого 100 человек, больше 100 человек, у тех наступает квота. Квотируемые места. И если вы это не делаете, то там... Ну, кроме штрафа, вам еще придется за все этот период заплатить им, если у вас не взяты инвалиды несовершеннолетние, за каждого человека ежемесячно, за каждое место ежемесячно минимальный размер... Там не МРОД, там минимальный размер... Или прожиточный минимум, что ли. Вот это вот, там, короче, где-то в районе кинажки за 1, за 1. Если берем 4% инвалидов... Не-не-не, они не дают 2,2. А, причем за инвалидов... Они сейчас, знаете, какая штука происходит? Раньше за инвалидов мы тоже могли доплачивать. То есть мы не берем никого, ну, не берем никого. Ну, мы как бы подаем в отдел плотирования и оплачиваем, соответственно, все вот эти вот... Подаем в отдел плотирования. Да. Обязательно. Что это такое? У вас сколько человек в компании? 92. У вас еще не наступил период. Вам еще... Вот как только... А, вот тут уже... Это пока отдел плотирования о вас где-то не вспомнит. Ну, если вы не вспомнили, у вас сургалок есть? У вас 3 года уже пошло. Ну, значит, может вас... Но я просто не предупреждаю, как только у вас за соточку перевалят, 101-й, я бы... Для того, что если вдруг там идет квотирование, то есть... А у них там определенная форма, и вы ежеквартально подаете средние. Там форма есть. Своя. Там департамент занятости населения, для квотирования можно к ним написать, или посредителям всю эту форму дадут, и вы сдаете. Там она двухсторонняя. На одной стороне данные по местам, то есть по численности, по среднеспечившей численности, соответственно, помещенных вы разбиваете. Сколько у вас должно быть, сколько у вас принято работников в такой категории, сколько не принято, а наоборот, значит, все вот эти вот выплаты. То есть кто не принято. То есть несовершеннолетние, в принципе, если квотирование есть, выгодно брать. Дешевле обходится. Теперь с несовершеннолетними мы с вами затронули такой вопрос, как медицинский осмотр. Предварительный при приеме на работу. Достаточно серьезный вопрос. И к нему нужно подходить со всей строгостью. Потому что, если вы приняли на работу работника, который должен был сначала получить разрешение, скажем так, медицины о том, что он может работать, а у вас такого разрешения нет, то у вас, грубо говоря, нарушение трудовых законодательств. Ну, полтинник штрафа у вас будет. Ну да, нарушение там. Почему серьезно? Понимаете, что вы не имели права брать работника на работу без медицинского заключения абсолютно. А вы, например, это не сделаете. И вот кто такие? Это не все, естественно, не все. Почему я спросил у вас про специальную оценку условий труда? Потому что, ну, например, вот сидят у нас уважаемые бюджеты, да, и вообще есть кто там, что вы должны с этим говорить, да. Но в каждой организации должна была пройти специальную оценку условий труда. Декабрь 18-го еще. Не, ну, оно... Вот пришли на работу люди, и должно пройти специальную оценку условий труда. Да, там полгода дается или еще что-то дается, но не важно, она должна быть. Потому что по условиям трудового договора в обязательных пунктах написано, должны быть написаны условия труда. Обязательные условия трудового договора. Вот. И вот как... Должен человек проходить медицинский осмотр или не должен проходить медицинский осмотр? Вот откуда взять информацию? Вот если проведен специальную оценку условий труда, там весь ответ дается. В карте на должность этого слова там прямо написано, там еще, я не помню, то ли седьмая, то ли еще какая. Прямо написано, там все положены, не положены, там дополнительный отпуск, поможены просто обращены на рабочий день, лечебное питание, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мы в том числе медицинский осмотр. Если положены, прям пишут да, периодичность и пункт по три сторон приказа. Сразу тринка расписывается. Все. Вопросов нет. Вот. Но, к примеру, вы об этом не знаете. В Трином кодексе есть категория работников, которые, не важно, провели ли выслово, не провели ли выслово. Это, по-моему, интересует сильно. Там обязательный медицинский осмотр. Это кто? Несовершеннолетние. То есть, неважно, есть у вас сон, нет у вас сон, вообще никого не интересует, должна быть справка. Перед тем, кто примете на работу. Дальше. Вредники. Опять же, вредники, которые приходят вам на работу среди условий труда, вы должны тоже медицинский осмотр проводить. Но, во-первых, вы должны знать, что они у вас вредники. Это, опять же, должен быть соут. Потому что, если у вас такие ребята вредные появились из соута, то, опять же, подача сведений в пенсионный фонд, во все дела, то есть, как положено все. То есть, вредники бывают не по вредным факторам, а вредники бывают по работе. Просто по должности. Дальше. А также связано с движением транспорта. Вот, когда он читает вот этот пункт, все, оп, увидели вредник. У меня у нас вредников нет. А вот это слово «а так же» забывают. То есть, связано с движением транспорта. Водитель. Водитель к вам приходит на работу. У него должна быть справка, предъявляя медицинского осмотра. Что вам водитель дает? Зачастую водительскую медицинскую справку. Водительскую медицинскую справку. Так вот, водительская медицинская справка – это его справка. Он может себе ее оставить, потому что она выдавалась на выдачу прав. Она никакого отношения к трудоустройству не имеет. Он должен быть направлен на медицинский осмотр. И в 302 приказе 302Н есть должности. Есть должности водителя по категориям. Там написано, что врачи должны пройти, что должно работать. Поэтому водитель медицинской справкой, водительской, вам не закроется. А водитель вообще? А водитель. С движением транспорта. Но он проехал. Не важно. Это сейчас не самая проблемная справка. Сейчас про другую справку скажу еще потом. Дополнительно. К водителям, которые вообще все забывают. Но очень хорошо рассветится при них. Так, дальше. Лица, привлекаемые на работу в районах крайней семьи, при равнице местностями. Если они там не живут, то есть у них нет прописки там. То есть, если, например, человек работает в Москве, Краснодарском крае, в Рязанске, неважно где, но будет работать место работы у него там Ново-Ренгой, там Мурманск, Архангельск, неважно. Туда, в ту сторону. Прежде чем вы примете его на работу, он должен пройти медицинский осмотр. Что он может работать в актовом методе. А, это еще следующий, там два будет. И то, что на крайнем севере, и то, что в актовом методе. Мы говорим про крайний север, поэтому на работе в крайнем севере, прежде чем при этой работе, вы должны будете обязательно получить справку, что он может работать в районе крайнего севера, в районе местностей. Из этой справки вы не имеете права брать работника на работу. Есть его рабочее место там. Если он просто до командировки мотается, ну, это ради бога. У нас не заставляли походить, но... Чего? Но у него там не рабочее место, он в командировку просто едет. Просто в командировку едет. Если у него там было бы рабочее место, обособленное подразделение, либо место приведения работ, прибавки метр-работ, тогда да, а так это командировка. В командировке даже не выплачивается... Ну, в командировку и в командировку, и что? Там даже северно не платится, это командировка. Ну, да. Ну, и все. Это командировка, это совершенно другой случай. Дальше. Вахтовики. Все вахтовики должны проходить медицинский осмотр предварительно, при приеме работы, что может работать вахтовик. Поэтому, если у вас появляется вахтовик, и он еще и крайний север, то есть у вас должны быть в этой справке эти факторы описаны. Вот там номера. Вот, 302 пунктов. Поэтому все вот именно так. Просто справка о том, что он здоров, никого не интересует. В справке должно быть четко указано это все дела. Дальше. Питание, пищевая, промышленная, водопроводная, медицинская, организация, детские учреждения. То есть это где-то связано с пищей, связанное с детскими учреждениями, связанное с очисткой воды, там, другими делами. Тоже положено проходить медицинский осмотр. Причем медицинская книжка и медицинский осмотр это две разные вещи. Медицинская книжка – это книжка работника, а справка – это ваши документы. Понятно? Поэтому, если он приходит, ой, я медицинский книжкист. Там еще и она должна быть. И еще и медицинский осмотр должен быть. Медицинский осмотр один раз или каждый раз? В зависимости от должности. Вод водитель погуще. Водители, честно говоря, раз в два года. Повторяйте каждый год. Все в приказе присутствует. А торговля и промышленные товары есть еще? Надо смотреть. Да, да, да. Дальше. Работники обеспечивают движение поездов. Что там еще? Подземные работы. Ну, может, других работодателей, которые там положены по закону. Где-то там может авиация. Вот у меня применены морские ребята. Они тоже положены медицинские осмотры. Приемную работу корабли. Там без них без пробки нельзя определять. То есть там уже вот специфики зависят. Но основное вы поняли, да? Где медицинский осмотр? Обязательно. И без них даже не дергайтесь перенимать. Пускай лучше на вас будут там... Ну, кричать нельзя. Лежать, давить. Вы изгибаемы на этот счет. Потому что как только вы прогнетесь, вы компании принесете материальную выдачу. Ну, когда я спорю. Лучше пускай бегом. Медицинский ежедея справку приносит, и потом приходится к проблему. Итак, это что касается справок. Теперь документы, которые положено предъявлять при приеме на работу. Какие документы? Кто мне скажет? Итак, паспорт или иной документ удостоверяющей личности. У нас паспорта все знают, что такое паспорт, да? А что такое иной документ удостоверяющей личности? Паспорт или иной документ. Паспорт или иной документ. Это паспорт или иной документ. Может быть, справка, которая... Паспорт, допустим, меняется справка. Да. Справка, в которой вот при смене, при утере паспорта, фотографии с печатями. Ну, что с этой справкой делать? Да. Это было... Причем, бухгалтерия отказывается принимать, давай паспорт. Да, бухгалтерия, понятно, что отказ... Дело не в том, что в бухгалтерии отказывается. Вы не можете внести данные в систему. Да, да, да. У нас, понимаете, у нас с одной стороны у нас трудовое законодательство, с другой стороны у нас 1С. Дай Бог здоровья разработчикам. Я всегда говорю, дай Бог здоровья разработчикам. Всегда. Там что-то есть отчет. Вот, отчет, говорится, все остальное. Но с другой стороны, ничего. Отказать вы не можете. Значит, будете рассказывать о тем отчете, что у вас нету паспорта. Все, будет писать справка, что нету паспорта. Он паспорт в процессе получения. Дальше. Продавая книжка. За исключением, если работник поступает во впервые, то есть первое место работы. Либо совместить. Это вы, если у вас книжка не нужна, и вы должны иметь право ее требовать. А предустройство посоместительства вообще требуется только один документ. Два. Второй, там, по запросу рецептам. Какой? Паспорт. И все. С чего это вдруг? Нет. Теперь смотрите. Я, конечно, очень сильно уважаю бухгалтерию всегда. Но, понимаете, они всегда говорят, у нас налоговая. А я говорю, у нас инспекция по труду. У нас налоговая. Я говорю, я рад за них, что налоговая. У нас инспекция по труду. Я помню, первый спор возник, когда в труду, вот сейчас мы будем с вами документы смотрим, там ННН нету и не будет. Но в прошлом году, когда пару лет назад, когда вот эти ННН стали требовать отчеты, мы сейчас сдаем ССВМ, сдаем все, там, бухгалтерия, где ННН, там, все, там, все, катастрофы, все, гипс снимают, все, сейчас штрафами закидают, там, все, вот этот вот вышел, значит, вот этого ССВМ, там, все, крики, оры, там, совещание, там, ужас просто какой-то. В этом случае, я же говорю опять, чем хорошо корреку жить, у меня на все случаи есть закон. Поэтому, когда первый раз в бухгалтерии на этот счет это начал возникать, естественно, что делается? Берется, читается из первоисточника, в котором было четко написано, что сдается, вот этот отчет с ССВМ, сдается с НИЛС, там ее фамилия, с НИЛС и ННН. Так вот, ННН при наличии, и все. Знаешь, когда издается этот отчет в электронном виде, приходят, типа, ошибки. Ну и все. И все, какие проблемы. Я к этому относился на ровно. Причем, зная, когда мы стали, вот, забивать вот эти все дела, ННН, работники приносили, тем более, можно по, там, СНИЛСу пробить через сайт налоговый, посмотрите, ННН, забить. Знаете, что самое интересное появилось у нас? Если СОСНИЛС, в принципе, в основном все в порядке, то с НННами у нас в стране какая-то была беда просто. Чак приходит, то есть мы сдаем отчет. ННН, у него вот она, бумажка красивая, полученная, еще с чаком, со всеми делами. Все, приходит, ответит, ННН неправильно. Мы отсылаем туда копию. Ну, и мы платили. ННН неправильно. Ну, там, встречая товарища, сходи в свою налогу, смотри, что с ерунда тут типа. Он приходит и говорит, о, мне бумажку другую дали. У меня теперь другой ННН. И причем ННН этот получил лет пять назад. И вот как, причем вот таким нескольким. Был еще случай, товарищ сдаем ННН, а у него на этом ННН два человека висит. Если бы СОСНИЛС им еще как-то все более-менее, то, наверное, кстати, было как это в ханале в нашей стране. Я, в принципе, понимаю, почему-то эти СЗВ воздаются. Как раз для того, чтобы через работодателей выправить все эти дела. Когда на стыковки идут, начинают нас трясти, начинают вести работники, работники идут туда, и все начинает управляться. Как еще делать? Вот так. Итак, трудовая книжка. Дальше. СНИЛС. Документы воинского учета для военнообязанных. Дальше. Справка о наличии судимости или факту уголовного преследователя в отдельных случаях. В основном все эти случаи касаются образования. Образование. Вот там вот эти дошкольные образования, школьные образования, вузы, там все, кто имеет там педагоги, воспитатели, все обязаны вот эту справку предоставить. То есть это не всем надо бежать с этими справками. Дальше. Документы образования, квалификации, наличие специальных знаний, если требуется. То есть, например, водитель. Понятно, без этого документа вы ничего не можете себе торговать, что нет справки. Дальше. Там, к примеру, электрогазосварщик. Но если у него нет бумаги, что он электрогазосварщик, как вы возьмете на работу? Может, этот аппарат видел, все лишь на картинке всегда его. Или электрик, или еще что. То есть, когда вот вы понимаете, что без этой бумаги вы его не можете идти до работы. Потому что идет вопрос всегда такой. А если у него диплом левый, отдельный, можем вы его уволить? Не можете. А вот если на основании диплома было принято решение о приеме на работу, то есть у него, например, диплом водительского удостоверения. И оно оказалось поддельным. Вот тогда вы можете уволиться на таком основании. Не путайте трудовой кодекс и уголовный кодекс. Это потом по уголовке еще можно поддельно. А это трудовое законодательство. Поэтому, если у вас на основании... Если у вас пришел, например, менеджер, специалист по кадрам, а у него диплом медицинской сестры, ну и прекрасно. Ну и все на этом. То есть, а то, что у него не диплом медицинской сестры, у вас никак не... Если что, если он получен реально, то вы можете, как говорится, с помощью кадровика можете организовать правильно, к примеру, курсы по оказанию первой медицинской помощи, которая положена тоже проходить в компании. Ежегодно причем. Руководителем. Вот. То есть, здесь документ, именно который требуется обязательно. Но. Но мы все требуем. Вот. Ну и еще какие документы, которые специфичны, которые требуются, примерно, конкретно для этих должностей. Одним из специфичных документов является документ психкомиссии. для работников, связанные с опасными условиями труда и движением транспорта. Психкомиссия. Не психсправка, что не стоит на учете дурки, а психкомиссия. В Москве даже есть, к неому, какой номер приказа Департамент здравоохранения, там даже форма справки есть. Но самое, что интересно, когда вот мы этим делом озаботились и начали давать направление водителям, то есть, вы видите, получаете справки, чтобы они у нас были, потому что за отсутствие этой справки у вас будет, знаете, что получается. Если у вас этой справки нет, и это обнаружит пример инспекция по труду, то у вас два нарушения. Первое нарушение – отсутствие справки, а второе нарушение – неправомерный допуск к работе, потому что вы не отстреляли работника от работы. Два по пятьдесят. Вот. Так, как оказалось, в медицинских наших учреждениях не знают, что такое медкомиссия. Приходилось даже объяснять, что вот эта справка, что она учительная состоит, они могут себе ее оставить. Что нужна психкомиссия, должны быть три подписи. А она говорит, такого нет. Дело даже дошло до того, а вы вам напишите справку, мы вам ее подпишем. Вот было весело. Работнику я делал так, я давал направление, ну, не я, там, по крайней труде, вот все дело, и прикладывал, ну, обезличенную ксерокопию справки от кого-то. Чтобы они просто увидели, как она выглядит. То есть, получается, все водители, если незаконно, да? Если у них нет справки, у работодателя, да. Почему незаконно? Что же незаконно? Это работодатель незаконно допустил их до работы. Такое количество водителей, которые оформлены в штате, эти, получается... Ну, это проблема работодателя. Это не водители проблем, это работодатель. Вот у меня все есть справка. А вот просто у меня это дело настроено. То есть, спецы по охране труда, мы нашли лечебное учреждение, в котором он может пройти и медкомиссию, и предварительные медицинские осмотры, и все остальные. То есть, у нас как бы четко налажены связи, все официально, по договору, все как положено, с оплатами, с актами, со всеми делами. Каждый день у медицинских осмотров. Нет, стоп, не путайте. Не путайте предрейсы медицинских осмотров с предварительными медицинских осмотров при приеме на работу. Мы говорим про вот это. А это порядок выпуска и оформления путевых листов. Не путайте это. Это совершенно другой вопрос. А нет, это комиссия. Это вопрос допуска вообще приема на работу. Допуска, это справка на 5 лет. Вот. Допуска до работы. То есть, вот, когда мы говорим о приеме, есть категория работников, о которых вы должны понимать, что кроме того, что у них там есть общий для всех набор документов, у них должно быть еще что-то. без набора вот этого дополнительного документа вы не можете человека оформить. Ну, не имеете права этого делать. Не, конечно, можете все это сделать, но вы ставите под удар скажем так, компанию, естественно, потому что вы наемные работники и призваны в компании для того, чтобы носить ей вред, для того, чтобы работать правильно. Первое. А второе, ну, это непрофессионально. Поэтому вот эти особенности нужно понимать. И задавайте вопрос, кто у меня работает, какие документы, мы должны как бы от них требовать. Итак, дальше. С чем мы еще сталкиваемся зачастую при приеме на работу? Понятие, мы его принимаем постоянно или временно. Но это полбеды. Есть еще одна штука, с чем по практике сталкивались. Ну, я не сталкиваюсь уже, слава богу, ну, потому что просто как бы могу сказать, что ничего из этого не получится. Ну, особенно, компания, где я работаю. Разговаривая с искателями, это практика в Российской Федерации продолжается. Есть понятие испытательный срок. Да, нет, неправильно. Спытательный срок это уголовки. срок прохождения испытания при приеме на работу. И работодатели зачастую, чтобы не связываться с этой процедурой, говорят так, что мы тебя оформим после. Либо на этот период заключают договор на нас правого характера. Соответственно, все ходите под богом. В первом случае вы ходите под богом таким образом, что у вас согласно трудового законодательства у вас фактически допуск работника доработан, что равнозначно заключение трудового договора в густом форуме получается. И вы обязаны заключить трудовый договор. Во втором случае, если обнаружится, что вы неправомерно заключили договор гражданского правового характера, подменяя им трудовые отношения, то вы нарушили, во-первых, трудовой кодекс, потому что там это четко написано, что запрещается подменять. И там за один такой договор сотка сходу штраф. И вы сразу переквалифицируете? Дальше потом переквалификация, дальше потом налоги доплаты, дальше потом не отпускаем все эти, которые полонуты, дальше, к большому, много проблем. Поэтому вот детский сад по большому счету, не надо заниматься детским садом. Вот приняли человека на работу, я понимаю, что, скажем так, доказательная база того, что работник не соответствует занимаемой должности, ее нужно собрать, чтобы его уволить как непрошедший свидетельный срок. И это проблематично. А есть правда ничего не делать? Нет, но это процедура прохождения свидетельного срока. Это отдельная тема, она как бы не пяти минут разговора. Вот. Но даже если у вас нет процедуры прохождения испытательного срока, вы пишете просто, что спец испытательного срока на такое-то на два месяца и считаете, что нужно с человеком расстаться. Ну, всегда есть возможность расстаться человеком. Всегда. но вот если вы будете нарушать закон и допускать человека до работы, не оформив его, ну, это фактически допуск. А теперь представьте себе, что с ним случилось. Пошел, вон, правда, давно у меня был случай, пошла женщина в кулер налить воды, запнулась за кабель и сломала себе ногу. Просто вот на ровном месте несчастный случай. А теперь представьте, что у вас чек не оформлен. Ему вызвали скорую на работу и скорую зафиксировали несчастный случай. Вызовала в офис. Что вы будете делать? Мы проведем с этой посетителя. Мы вынесем ее на улицу. Закопаем, прикопаем там, да? Да? На улице вызвали скорую. Нет, это ваш как-то рецидивок. Значит, что? Пограмменно устраивать аттестацию, если хотят воле того человека, который не прошел страницу. Потому что аттестацию не могут устраивать страницу по работе в компании не года. А здесь получается... Почему не могу? понимаете, вопрос аттестации в Трудном кодексе, он очень... Сегодня несколько статей по поводу аттестации. Все, что касается аттестации испытательного срока для того, чтобы не попасть в просад должно быть с локальной нормативной компанией, разработанной в которой все это прописано. Если там написано, что нельзя, значит, нельзя. А прохождение испытательного срока, зачем делать аттестацию, каждая процедура прохождения испытательного срока самопознает под собой оценку. Смысл в аттестации. Там уведомление с причиной, с указанием причины, обязательно. Так как у нас все это дело боятся, вот все эти понятия применяются. Но я вам еще раз говорю, что можно всегда найти вариант расставания. Итак, приемлемо к оформлению. Расставание это отдельная история. Как расстаться с работником. Итак, трудовой договор. В Российской Федерации по общему правилу трудовой договор все заключают бессрочный. Все, бессрочный трудовой договор, все хорошо, замечательно, все спокойно, все и порядка. Вот. Но трудовой кодекс позволяет нам заключить срочный трудовой договор на пять лет. Максимум на пять лет. Если другую не предусмотрено. Но как только вы слышите такое слово, словосочетание срочный трудовой договор, у вас сразу возникает в голове две цифры 59. Это статья трудового кодекса, которая описывает случай заключения срочного трудового договора. И это список исчерпывающий. Нельзя другого ничего придумать. поэтому зачастую задают такой вопрос. А что делать у меня иностранец? У них же патент, правильно? Там что-то такое. А он же на срок. И поэтому пишем срочный трудовой договор на время действия патента. правильно? Так, и мы получаем нарушение трудового кодекса исхода. Монентом получаем его туда сразу. Нельзя так делать. У него договор бессрочный, если там 59 статей не проходит в срочности. Просто у него есть другая статья увольнения. Да, у него другая статья дополнительного увольнения появляется. А не срочный трудовой договор. Итак, соответственно, если срочный трудовой договор, то в трудовом договоре в самом должно быть написано, что он срочный, а срок может быть как срок, то есть до такого числа, или как событие на время отсутствия основного работника. Такого-то. И обязательно основание по 59 статье. Если вы этого основания не нашли в 59 статье, то у вас нет основания заключения срочного трудового договора. Не надо обманывать никого. Если вы поднимете судебную практику, то практика судебной решения о признании трудового договора без срочного у нас просто колоссальное количество. Поэтому срочный трудовой договор 59 статья. Все, не нашли основания, не надо дергаться и его заключать. есть такой хороший вопрос под рейком, когда я работу принимаю, а что делать, если надо? что делать? Трудового кодекса читайте, там все написано. Итак, ну, также скажем, что трудовой договор становится бессрочным, если вы проворонили сроки. то есть работник продолжает работать на следующий день. Никто никаких уведомлений не выдавал и приказ об уволении он не подписывал. Все, автоматически договор становится бессрочным. И трудовой кодекс не говорит о том, что нужно делать дополнительные приказы, доп. соглашения, что-то еще. Мы просто делаем, чтобы оно было как-то новым. Тут договор бессрочный лежит, но он стал бессрочным. Об этом знаем только мы и больше никто. Поэтому сделаем мы допник, что считается такого числа там бессрочным и все. Хотя трудовой кодекс не требует. Дальше. При приеме на работу не дай бог вам отказывать женщинам по мотивам беременности или наличия детей. За это статья уголовного кодекса вообще-то. Поэтому никогда нельзя отказывать по этому основанию. Я правда не знаю, кто у вас драма умеет прямо так в лоб отказывать. Это чревато. Ну, еще у нас нельзя отказ приеме на работу. Те, кто к вас принимается в порядке перевода из другой организации. Кстати, все забыли об этом, что есть увольнение в порядке перевода. Все забыли. Все носятся с Энджо пофером пытаются что-то там такое. Ради бога. Но если бы я хотел трудоустроиться к работодателю, который меня берет уже точно 100%, мы могли бы с ним договориться о том, что давайте я вам в порядке перевода передумe все. Таким образом, я гарантирую трудоустройство. Если именно так будет оформлено все. аджопофер ничего не гарантирует. Итак, статья 64 запрещает необоснованный отказ в письменной форме, ограничение прав по каким-то возрастным делам, по национальности, по полным признакам, по всем остальным. Но кстати, по полным признакам отказать приема на работу можно. Типа, женщина пришла машинистом в метро. Нельзя. с точки зрения охраны здоровья. То есть, если это не позволяет, снипы и требования охраны труда. То есть, есть, к примеру, такие должности, по которым женщинам нельзя брать. Потому что там охрана здоровья. И все. Там да. Итак, что касается испытаний при приеме на работу по соглашению сторон он заключается. Но если же вы хотите кого-то с испытанием принять и как бы все это правильно оформить, потому что трудовую должностную инструкцию сделайте работнику. А то непонятно, чего он не соответствует. Потому что если у вас написано в приказе приема на работу в трудовом договоре, что он принес с испытанием там два месяца, а должностной инструкции нет, то я не понимаю, как вы оформите, что не соответствует бумага его начальника не касается не возьмем. О чем? Потому что не дотягивает соответственно до чего? Чему? До чего он не дотягивает? Да. Каким ответом? До высокого звания работника нашей организации. Понимаете, вот в наших кадровых делах все четко. вот бумага на бумагу. На это, вот на это и вот на это. Если что-то нарушил, то нарушил конкретный пункт. Если что-то сделал, то сделал по конкретной бумаге. Если что-то еще, то да, все у нас, вот на этот счет все четко. Не надо придумывать колесо, не надо там что-то изобретать. Можно только прочитать внимательно, например, трудовой кодекс, прочитать какие-то постановления, прочитать судебную практику. И вот кроме того, что, как я всегда на курсах, когда полный курс по кадрам, я кадровикам всегда говорю, трудовой кодекс прочитать мало. Его еще надо правильно уметь применять. То есть то, что вы его прочитаете, это уже хорошо. Поэтому я говорю, вот едете метро, читаете. У вас бессонница, например, что-то у вас плохо. Открываете трудовой кодекс, пару страничек прочитаете, и уступите только в путь. Но вы будете его читать. Потому что если вы его и не знаете, то применять его достаточно тяжело. И у всех на столах трудовой кодекс должен быть. Может кто-то в 21 век все-таки не любит пользоваться трудовым кодексом, потому что многие приходят девушки на занятия, они у них в телефоне, они там быстрее все находятся. У них, наверное, там и гарант, и консультант уже там забит, там все эти дела, трудовой кодекс в электронном виде, в фон-кодексе, они быстро на все это ходят. Ну, проще. Да ради бога. Вот. Поэтому по поводу должностной инструкции, я всегда говорю, хотите поиск по этому сроку нормально провести, сделайте должностную инструкцию. Работать не будет. Не будет должностной, не с чем сравнивать, что с ними не так. Ну, это должностная инструкция должна быть в первые его рабочие дни. А может быть через 5 дней появится. И потом он под подпись ознакомится. Сейчас. В последние он ознакомился. Сейчас. Нет, сейчас подождите. Сейчас я вам скажу. Через 5 дней конструкции. Сейчас я вам скажу, что в этом случае может у вас быть. Итак, ну, испытания 3 месяца, там, от 3, там, до 3 месяцев для всех и до 6 месяцев главный бухгалтер, заместитель, там, руководители. И 2 недели, если у нас срок от 2 месяцев до 6 месяцев. Соответственно, если срок до 2 месяцев у нас работы, срочный договор, то у кого-то не устанавливается. Итак, до свидания, до 1,5 лет, достигшие до 18 лет, получившие среднее профессиональное высшее образование, я. И устроюсь, видите, на работу в течение года со дня получения профессионального образования, я, от 1000 уровня, избрана на выбранную должность и порядок перевода. Ну, а также договор о сроке до 2 месяцев, кто принял. Вот ему при приеме, при оформлении испытания не устанавливаются. То есть вы не имеете права в трудовом договоре написать им испытание. Даже если хочется. А потому что вы договорились со своим бывшим работодателем, это вам ничего не значит. Читайте внимательно трудовой кодекс. Читайте внимательно трудовой кодекс. У нас есть соответствующая статья. Называется «Увольнение в порядке перевода». И в трудовой книжке так и пишется «Увольнение в порядке перевода в А.О. Ромашко». И там дальше следует сказать «А.О. Ромашко принято в порядке перевода из О.О. Василёка». Да. И вот это называется «в порядке перевода». И в трудовом кодексе такая штука есть. Просто её уже никто не помнит. «Увольнение в порядке перевода». Для этого работодатели должны друг другу знать. Там нет. Василёк с Ромашко. Сихонечку. Это процедура. Нет. Нет, по-моему, не скоро. Скоро этого как-то вот картель прям такой. Нет, то есть Василёк с Ромашко друг друга не знают. Два генерального директора этого не знакомы. Это порядок увольнения. У нас сейчас не эта тема. Хорошо. Мы потом уволим тоже, Петя. Вы уже много слышали. Много. У вас очень много дел, Петя. Потому что курс для кадровиков, который вообще с нуля, он рассчитан на 8 занятий. Да. Ну, хоть как-то. Хоть что-то. Хоть поподробнитесь. В этот срок отдельно рассматриваются. Увольнение вообще полтора занятий рассматривается. Рассматривается. Отпускаешься. Истальные дела. Хоть как-то. Вы хоть какие-то знания начальные получаете, чтобы потом можно было развить. Итак, если срок испытания прошел, работник продолжает на следующий день работать, то вы можете только одно сделать, поздравить его с прохождением с этой классом курсера. Ничего вы можете сделать не можете. То же самое. Ничего не можете сделать, когда вам где звонок от руководителя, типа, у него завтра написано срок закачивать, что-то у меня не устраивает. Ну и хорошо. Можете поздравить, что он теперь после работы долго упорно. Итак, если работник тоже считает, что он не хочет работать в этой компании, то на время испытательного срока он имеет право написать заявление за три дня, за две недели. До окончания. Итак, теперь, когда у нас практически, вот вы все посмотрели, справки все есть, документы вам все предоставили. Наборы все есть. И еще одно. Вот сейчас был вопрос по должностной инструкции. При приеме на работу обязательно ознакомление с локально-нормативными актами в организации. То есть, вот когда мы уже оформляем, вот приказ пошел, трудовой договор пошел, все, вот пошло. Прежде чем он будет подписывать вот эти все бумаги, он должен быть ознакомлен со всеми локально-нормативными актами в организации. Вот подпись. Это с требования трудового кодекса. Обязательно. Причем право внутреннего трудового спорядка. Обязательно. Документы по защите персональных данных. Обязательно. Кого? Документы по оплате труда. Это не обязательно положение. В оплате труда это может положение премиирования быть, положение еще о чем не важно. Дальше. Если у вас есть командировка, положение командировка. Если у вас есть вахта, значит положение в вахте. В общем, все локальные нормативные акты, которые касаются работника, есть положение, это срок, значит сниму. И там же должна знать инструкция. Там же должна знать инструкция. Так вот, я вам говорю по своему опыту. До подписания трудового договора работник подпишет все эти документы. В процентах 70% случаев даже не читает. Я просто эксперименты делаю. Когда ФМС на работе, я захожу в кадры и смотрю на кадры. У меня всегда задают вопросы начальника отдела кадров. Вы будете читать. Там вот такая вот папка здорового со всеми документами. Я вам верю. И расписывается в листочке ознакомления. Ну и прекрасно. Мне подпись нужна. То, что я не читал, это его проблема. Я вам говорю, это в 70% случаев. Но как только он подпишет трудовой договор. И скажет, ой, должностную забыл. А ты подписай друг друга. Подпиши. Вот тут будет вам. Он начнет ее читать. И найдет 35 причин, почему он не будет ее подписывать. И вы будете за ним бегать, чтобы он подписал, а не он. Психология. Поэтому все документы, с которыми работник должен быть ознакомлен, все должностные инструкции, мало того, что только кодекс требует, до подписания трудового договора. Итак, трудовой договор вы сделали. Задает нам Сергей вопрос. А если в писанной форме не был уведомлен о непрохождении испытательного срока, а был уволен в устной форме, это не считается нарушением в устной форме? Человек, который уволен как непрошедший испытательный срок, у него запись в ее книжке, что не прошел испытательный срок, а там, соответственно, должно быть уведомление, потому что процедура нарушена. Значит, в устной форме. В устной форме это может быть только такое. Знаешь, друг, вот как-то мы вот... И заявление по собственному желанию. Это увольнение по собственному желанию. Либо по соглашению старого. Либо еще как. Потому что увольнение, как не прошел специальный срок, это процедура с соответствующей записью трудовой книжки, там написано. Как не прошел специальный срок, прям так и написано. А если не было уведомлений и писано, значит, они не имели право этого делать. Он спокойно может остановиться. Легкую. Еще бабулек со встречи. Срок исковой давности, вот, по-моему, сейчас. Где-нибудь так, месячишков через... Месяц, если... По оплате. Если об оплате, то год. А месяц, если... Ну, там можно потом сроки продлить, там можно, когда стало известно. Короче, там можно сделать. Ну, короче, неважно. Бабулек можно срубить с работодателями. Итак, трудовой договор, примерно, заключаете. И вот оформление само на работу, вот что требует всегда бухгалтерия. Им нужен не трудовой договор, им не нужно 100 лет. Им нужен приказ. Ну, чтобы еще правильно заполнили ОНС-ку. Итак, оформление оформляется приказом на основании заключенного трудового договора. И это очень важно. То есть, если где-то, к примеру, получилось так, что вы смотрите, вот приказ, а вот трудовой договор. О, здесь есть ли односторон трудового договора? В приказе нет. Приказ неправильный. Трудовой договор, правильно. Все, что разночтение, трудовой договор, смотри, как первую станцию. Итак, то есть, содержание трудового договора и содержание приказа должны быть идентичными. Так, и ознакомление с приказом о приеме на работу в три дня с фактического начала работы. Не с даты приказа. Это единственный документ, который идет не с даты приказа, а с даты фактического начала работы. Потому что приказы можно с вами издать раньше. Ну, например, пришел человек, мы же можем трудовой договор заключить там сегодня, а он приступает, наверное, через две недели. То же самое приказы можно будет сдать сегодня, через две недели. Так вот, он ознакомливается с даты начала работы. Три дня, считается. А не с даты приказа. Это единственный приказ, в котором ознакомление идет с даты начала работы, а не с даты создания приказа. Это понятно? Если я сегодня приказ издала, а он сегодня приступает к работе. Ну, так это сегодня же приступает к работе. А если вы приказ издали сегодня, а он приступает к работе через неделю. А мы в приказе указываем, что он приступает к работе через неделю? Понятно. Дата сказок, дата начала. И они вот это действительно сразу. Просто все сидят все в один день. А вот это как-то все у нас второго марта. Второго марта. Три дня же у него. Три дня. А вот дата принятия на работу, она должна совпасть в табелле с первым рабочим. Да. С трудовым договором. С трудовым договором. Потому что по трудовому договору дата выхода тоже обязательно усвоена. А, и с трудовым договором. Вот эта дата, вот эта дата в настоящем трудовом договоре. Дата выхода на работу. Она обязательно стоит. А подписать ли она три дня после? Ну, после ее. Итак, то есть у нас это форма Т1 одного работника. То есть здесь у нас указывается лицо, номер документа, дата состава документа, с какого по какое. По мере имущества, подразделений, кем, как, оклад, аместер-бабка, сайтный срок, визит уголовного договора и господомочного лица и работника. Переставел, например, к работник кадровой службы не может быть такого ответа. Может быть, обычно, наверное, или что-то еще. А у нас так делают, делали всегда. Вот, понимаете, вот ответ, должен или не должен, он всегда лежит в правовой плоскости. Вот, должен ли здесь табельный номер или нет? Вот, вот это замечательный ответ. Я с вами, вот, один приказательный аппаратный номер, вот, с твоей табельный номер, он как... Я по-другому скажу. Потому что табельные номера еще идут из советского времени. Когда идентификация работника была по табельным номерам, это был уникальный идентификатор работника. Сейчас 1С работник не по табельному номеру определяет, по фамилии и отчетам дателям рождения. Но табельный номер ей не нужен, она сама присваивает в непонятном образе. Вот, и ни одного законодательного акта о порядке президентальных номеров не существует. Это внутреннее дело организации. Вот у меня тоже вот, я могу такой... Ну, здесь же поле есть, оно же на законе, я думаю, с чего оно же на законе. Но оно же есть, я думаю, хорошо. Итак, можно с скопом принять. То есть есть форма 1А, когда принимается список. Он тоже вам как будто на форму. То есть вот этот документ фактически, скажем так, заканчивает оформление работника на работу. У меня очень хорошая форма, потому что каждый будет расписываться и может посмотреть за... Я вас умоляю, я вас умоляю, что это первое действие, что ли? Нет, не первое действие. Как кадровики делают? Кто-то делает два листочка вот так, кто-то делает такой плотный картон и такая штучка. Ну, вот они двигают вот так. Иродно занимаются. Нет, у меня просто накальпили. Да, да, да. Нет, ну, у меня такие быть. Это тоже другой вопрос. А как приказ о премьерировании, например, вы на вселенной скопе будете расписываться у вас на рот? Там еще хлеще будут, цифры стоят. У нас нет премьерирования. Много стоять. А, обязаны расписываться в ознакомлении с приказом? У нас двери просто нет, а не приказы. Ну, у вас нет, премьер есть. Итак, вот вариант приказа премьер на работу срочной трудовой договора. О, до даты, время на отсутствующую работу. Общего правила такого нет. Вот я пишу не здесь, я пишу не здесь. Потому что здесь есть цель, вот нет, но в связи еще конкретно, да, в то время отсутствую, какого работника принимать человек. Потому что с выхода именно этого работника, у работника, за качество давать на шею. Потому что нет таких, от которых выхода, по-моему, разных. Вот если вы на трапе не подзадержатся, то вы на трапе не можете остаться? Значит, позадержатся. Ну, она собралась выходить в два года ребенку, и вдруг какие-то проблемы. До трех лет. И она до трех лет вытаскивалась. А обещала два. Здесь события. Здесь нет, да, здесь события. Нет слова задержалась. У нее события наступают. Она может у вас выйти. Она когда собиралась уходить, она это событие определила на два года. А потом решила, да, трех лет. Вот задержатся. У вас когда-то договорились на события, когда она там выйдет на работу. У вас у нее приказ на полутора лет. Ой, приказ вообще один. Извиняюсь. Сейчас извиняюсь. Приказ один. Отпуск по уходу за ребенком. Один. Нет, не полутора лет. Есть только вот. А три года. Все. Вот полутора лет в Кодексе нет понятия. Отсутствие. Один приказ делается. Один. На отпуск по уходу за ребенка. Она ушла до трех лет. Вы взяли человека. Она в полтора года сказала, хочу работать. Я вам больше скажу. Она в полтора года сказала, что она хочет работать. Вышла. Потом порвелись по работе из Берлана на Тайон. Она опять ушла на этот отпуск. Ради бога ее права. А вот этот, на который... Пау Лайбель. Пау Лайбель. Пау Лайбель. И потом она пришла. А если он еще раз придет, пожалуйста. А это время у нас на время со своими работниками. Он бедный, несчастный, будет так и прыгать. Если мы идем про отличие. Ну тогда нельзя говорить, на чье место он пришел. Он ее прибьет. Нет, ну вы же как-то вот как-то в криминал идете. Ну, просто бросится. Чушь. В итоге все сводится к такой табличке. Порядок отформления. Первое. Заявление о приеме на работу. Что, в принципе, необязательно. Но мы делаем, потому что это такая документ, в котором есть все условия, по которым мы принимаем работника. Борг, фамилия, согласие. Согласие и выбираем резолюцию руководителя. Потом. Кому нужно прохождение досмотра. Затем ознакомление обязательно со всеми локальными нормативными актами, со всеми делами, все, что положено. Обязательно. Под подпись. Дальше трудовой договор заключается. Потом приказ приема на работу. Да. Потом трудовая книжка. Потом личная карточка. Личное дело. А счет, из чего не хватает. А еще оформление по водскому учету, кого положено. Потому что это отдельный карточек по водскому учету. Я сфотографирую, да? То есть, в принципе... Остальнички будут... Нет, конечно, я сфотографирую. Просто у нас вообще нет ничего. Вот уходим на семинары, понимаем, что воробить очень не было. Я вам больше скажу. Я не знаю, пригласите меня, я вам восстановлю все, как вы делаете. То, что у вас нету, это означает о том, что вы сейчас получаете знание, что должно быть, вам нужно принимать решение. Нам страшно. И что? Дальше. Что делать? Работать так, как работали, типа ничего не знаем. Мы по-новому. Вот очень часто приходят в ГИП из-за отсутствия этих документов. Помните, что у вас сейчас есть время, вы получили знание. Информацию. Дальше, вы говорите, в третий-пятый же можно застрелиться, что это делать. Естественно, застрелить все это дело. Поэтому, когда вот идет... Например, у нас есть четыре занятия темы этого аудиокадрового документа. И понятно, что заодно приходят, говорят, у нас ничего нет. Чего? Все, патастрофа. Во-первых, нужно понимать, чего у вас нет конкретно. То есть провести аудио, чего у вас нет. Потом дальше план. Как дальше констанавливать. Так, пример. Начнем с того, что надо быстро поутаревствовать. Вот так. Делаем карту. Правильно, все у нас появилось. Присмотрим кодекс. Делаем так. Значит, мы их сделаем, чтобы они были. Быстренько консультант берем. Вытаскиваем оттуда в Морде разработание консультанта. Заменяем название улица, все остальное. Вот она с 35-го больницы есть. Утвердили, ознакомили, положили. Вот, пункт закрыт. Сколько у вас человек? 92. 92. Друг, прекрасно. Успеете все сделать. Ознакомить. И потом дальше по пункту все пошли. Понимаете, если вы будете бояться ничего не делать, у вас это будет как снежный ком. Накатываться, накатываться и накатываться. У нас есть персональных данных. Уже есть. Понимаете, уже что-то есть. Уже есть. Консультанты я могу собрать. Или у меня на моей работе, у нас в МОС-организации, должны быть свои формы принятые. Вы обещали консультанты и под себя. Смотрите, у нас нет. Понимаете, локальный романтийный акт. Вот консультанты среди температуры по больнице. Вы берете, читаете. Там написано вот так, вот так, вот так, вот так. А в нашей организации вот так, вот так и вот так. Ну, согласно опять же закончим. Вы это все и пишете, вот так вот так. Все и пишете. Вот. И у вас просто уже рыба есть, которую нужно просто дополнить. Просто дополнить. Вот. Так, чего у нас еще тут вопросы задает Сергей? Здесь нет организации положения распорядки, никаких других положений, которые, говорит, даже нет штата расписания. Как все эти документы будут написаны, утверждены сотрудники эти уволены, с кем я закрою под роспись? Да, и что? Делать надо. Делать надо. Ну что, понимаете, даже если работники уволены, вы поймите, что... Ну, это тема аудита. Это тема аудита. Это не тема приема на работу. Но вопрос такой. Для того, чтобы понимать, что, какая у вас катастрофа, надо сначала все это посмотреть. Все полностью. Нет положения. Значит, положение на разработку. Дальше вопрос. А что делать с подписями работников? Мы можем приобретать решение, что подписи работников у нас будут с такого числа, ну, когда у нас практически все есть. А все остальные, мы издаем приказ о том, что у нас не было проведено, что у нас наказать кого-то, наказать за это дело, там, выговор, там, или еще что-то такое, все. Но уже мы будем иметь на данный момент. Если нас будут проверять за три года, понятно, что, ну, там не будет штрафа за три года. У нас административная ответственность по штрафам за срок искуданности в год. Архив по оленным сотрудникам должен быть в явном состоянии, потому что приходит в пенсионный фонд с проверкой, и они проверяют текущих, кто работает на данный момент, плюс еще у оленных сотрудников. Чего они-то проверяют? Они проверяют все, начиная от заявлений, вернее, заявлений не берут, туда будет договор, карточки, все. К туда будет договор, карточки, да. Ну, а если этого нет? Вы что-то делаете? Нет. Спрашиваете. Вот этого, вот этого, почему нет? Делайте. Да. Поэтому надо, чтобы по уволению, тоже было для настояло. Потому что это в какой-то момент, если придут проверять, то вопрос. А если вы уволите до того, как я вступила в должность? Это опять вопрос аудита. Когда человек вступает в должность к кадровику, он оформляет приемы, он должен оформить акт приема дела. То есть описать все, что было на данный момент, и все, что отсутствует. А он кадровик, он должен знать. Значит, он быстро, вот таким образом идет на курс, еще узнает вот эти вот вопросы. Потому что если он вступил в должность, и в ближайшее время не оформил документально, что отсутствуют такие-то документы, потом все это станет на нем, будут лежать. Вот еще вопрос. Работник уходит через два дня после приема. Запись трудовой книжки ему не вносилась. Так не прошло пять дней. Работник требует нести эту сумму в ГИД. Так грозится пойти в ГИД. Нарушая законодательство. В принципе, не нарушаете. Но если хотите, вы можете сделать просто писаный запрос в ГИД, что он на этот вопрос ответит. То, что работники угрожают, пойду туда, пойду сюда, да ради бога. Пускай выгрожают сколько угодно. Он оформлен. Трудовой договор был? Был. Приказ есть? Есть. Трудовая книжка ведется через пять дней после оформления при работнике на работу. Все. Зачем он написал? Сколько сейчас? Ну, весна. Ой, осень. А, ну вот так. Никто не отменял весеннее-осеннее обострение. У меня, наоборот, работники дают, а можно не вносить запись? Я вносить, да. И все. Мы тогда просто приходим к тому, что он пишет заявление, что читательный, не приступивший к работе, и все. Потому что первый раз слушать такой, что работник на два дня ему вписать. В принципе, нарушений нет. Но я бы, если у меня был такой спорный вопрос, и работник, черт его знает как-то. Во-первых, можно посмотреть судебную практику. У меня в практике такого чувства, честно говоря, нет. Поэтому вот так вот не могу однозначно ответить. Но когда у меня вопросы такие возникают, я делаю запрос. Либо в ГИД, либо в Пенсионный, либо в ФСС. Они отвечают. Там выяснили. И все. Если нет кадровика, кто должен принимать или составлять акт приема дел, то подписывает личные карточки работника. Если нет приказа оформленного работника, отвечающего за кадры, делопроизводство, заведение, трудовые книжки, и все остальное, за все отвечает работодатель. Все. Берегу. Это его проблема. Так. Кроме этого, то, что у вас дополнительные действия нужно внести там в 1С или куда-то еще там, не важно, куда вносится сведение. Если у вас зарплатный проект есть, надо в банк это все дело поставить. Вот. Проверить надо дисквалификацию, народ. Вот он. Когда оформление руководителя. В основном это руководитель, да, потому что дисквалифицирован в основном руководитель. Вот. За его оформление работника дисквалифицированная и полная сутка, по-моему, штраф. На сайте налоговой инспекции есть реестр. Есть реестр дисквалифицированных лиц. Дальше. Инструктаж по охране труда обязательно. Причем там вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте. ГО и ЧАЕС нам еще подсунули. Ну, как нам. Вы можете, понимаете, если вы не являетесь по охране труда дополнительными, не ведете обязанности, и по ГО и ЧАЕС, это, в принципе, вопрос работодателя. То есть, у вас просто должно человеку вы оформляете и направить его, например, на инструктаж по охране труда. Направить инструктаж по ГО и ЧАЕС. Либо вы за все это дело отвечаете, он просто вы его и... Инструктируйте. Инструктируйте. Но вы должны этого приказывать. И все это должны делать. А вот еще, если мы берем лучшего госслужащего, в течение 10 дней при заключении госслужащего, в течение двух лет после его увольнения. И знаете, кто за этим смотрит? Не инспекция по трудам, а прокуратура. А они сверяют это быстро. У них есть все данные, если ваше поступление на работу, они сверяют. Мы года три назад лоханули с одним товарищем, с прокуратурой. Правда, пока ничего не сделала, но запросы нам все остальное прислала. Мы отписываемся. Теперь у меня отдел кадров. Просто вот, оп, госслужащий сразу сходу. Даже не смотрит вот это постановление проекта, где написано, не все госслужащие надо. А, всех же. Ну, и черт. Бумага с тех, там, в произвольной форме, что принято, и все. Дальше в инкомат уведомить. Госслужащие. Это, например, бывшего военного, а не госслужащие? Нет, 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 нет. Вот, есть поставление правительства, номер 700. Там все написано. Вот. И служба занятости, привлажность документов, все остальное. Сергей спрашивает, журнал регистрации приказа приема на работу, можно с электронной видом, да? У нас единственный журнал, который ведется в письменном, бумажном виде, это... в письменном виде. Какая у нас? Больные листы. Нет, это классно. Ну, вообще можно не везти. Ну, потому что у нас такие книжки желтые. Нет, 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 нет. Просто вообще нет. В нас из этих журналов много. А в бухгалтерии не ведется второй журнал, который тоже писатель может быть, только не кадр, а бухгалтерский. Книга учеба бланков. Да, это тоже обязательно. А как вы списываете, если... Да, получается, никак. Я сразу говорю, никак. А как в трудовой книжке появляются работников новых? В лаке. Все четко. Вот вам. Нет, трудовые книжки были куплены лет 15 назад, и с тех пор лишены запасов. Вот, значит, каждый работник, даже денежку какую-то... 15 лет назад куплены. 15 лет назад. Сколько у вас книжек осталось? А, ну... Вы купили же. Знаете, сколько стоит одна книжка от 10-го года? Не знаю. 3,5 тысячи. Бизнес-можен. А почему это... А потому что в ходе аудита у вас может выявиться такое, что работник имеет трудовые книжки. он у вас работает лет 10, без трудовой книжки. А у вас трудовые книжки все, которые вы купили, они уже там 17-го года, 16-го года, или еще какого-то года. Новые. ТК-4. А, которые пользуются успехом. А вам нужно оформить ТК-2 ему серию. Какая ТК-2? Ну, ТК-2. Ага. Два... Ну, с какими цифрами? Латинскими? Ну, ТК-2. Ну, ТК-2, вот так вот она идет. И это серия, и... Ну, по-моему, да. И у кого нет тех очень больших проблем, потому что если вы заведете трудовую книжку от 17-го года, то инспекция вам... Он, наверное, перед ЭФСИ, наверное, он напишет, что это... Что он напишет? Чего он напишет? Вы обязаны трудовую книжку за 5 дней, через 5 дней? Пока в сейфе была там что-то... Пропала? Прошли. Еще хлеще будет. Вы обязаны будете установить его там, типа, ой, там. Вопросы? А вопросы у вас, я так смотрю, больше, чем ответы. Вопросы, что больше появилось. Поэтому здесь у кадровиков как бы всегда есть два выхода. Первый выход – это попасть в организацию, где отдел кадров крупной. Но туда попасть трудно, таких мало. Второй выход – учиться. Учиться... Хочу с нуля. С нуля. Учиться с нуля. Впитывать в себе эти данные, делать выводы. Потому что, если вы будете... Понимаете? Если вас... Вы не будете знать основ, если вы... не будете понимать, как это в совокупности работает, то вы столько можете дробь, мало мать, что мало не покажется. там очень много взаимосвязанного в этом. Но профессия кадровика, чем она хороша, кадровики требуются всегда и везде. Вот менеджер-персонал может не требоваться. Менеджер-рекрутер может не требоваться, может еще кто-то не требоваться. Но вот оформлять работника, все он будет оформлять. И кадровику вместе с бухгалтером по зарплате увольняется последним, пока он всех не уволит и не сократит. Вот. И еще одна проблема, когда вот общаешься с слушателями, которые приходят, ведь кто-то приходит с нуля, совершенно с нуля там, приходит вообще ноль. Кто-то приходит уже с каким-то опытом. Начинаешь разговаривать. И говорят, у нас вот так, у нас вот так, у нас вот так, у нас вот так. Я говорю, нельзя. Это нельзя, то нельзя, это нельзя. Сейчас я отвечу здесь вопрос, потом буду отвечать на вопросы слушателей по вебинару. Вот. И я учу, скажем так, как стараться в наших условиях, в наших институтах, делать стараться правильно. Потому что совсем правильно, очень тяжело делать. Совсем правильно, знаете, не встречал. В основном, кто общался с кадровиками в банковской сферы, вот у них все четко, прямо и педикулярно. Ни влево, ни вправо. Вот все. Только в банковской сфере вносит запись о работе, ну не о работе, а об оказании услуг в ВПХ, трудовую книжку. Два раза лично видела. Ну это они, значит, банку-то веселые. Обычный банк. Даже московский кредитный банк. Да, одна запись. И еще, значит, моя подруга была в декрете, этот же период, на этот период зарабатывается отпуск, а ей посчитали при банении, ассоциативизации. Ну, в общем, все бывает, но в основном я слышал, что все четко в основном в банковской сфере. Нет. Ну, опять же, исключение всегда бывает. Зачастую наши работодатели, вот у них бизнес, и они пытаются вот как бы вот это вот так, вот это вот так, вот это вот так. Надо делать. А вы, примерно, не знаете трудовозг, и вы начинаете делать, как вам сказали сделать. Делаете неправильно, делаете ошибки. Вы не понимаете, что делать неправильно. Или вы понимаете, но вы не понимаете, как сделать так, чтобы удовлетворить требования работодателя и не нарушить закон да как один из моих любимых вопросов как принять человека посрочен как на срок но не посрочен трудовом договор и все и ступру всего потом через некоторое время начинает вот поэтому здесь учиться надо не будете учиться будете совершать ошибки у вас у вас будут проблемы а если потом через некоторое время вы сказать поэтому учитесь это лучше и профессия теперь давайте вот я поотвечу на вопросы если так например журнал в электронном виде пожалуйста ведите причем многие у меня ведут журнал в электронном виде по рецепту трудовых договоров регистрации приказов регистрации все остальное больничные у меня ведут с бумажным потому что мы передаем в этот бухгалтерию они расписываются все это дело они поступают они не знаю предварительно обрабатывают чтобы там были написаны чтобы там был стаж посчитать чтобы правильная организация написана и потом придут бухгалтерию но в принципе в принципе это может бухгалтерия напрямую получать это как идет там не совсем это кадровый документ вот а так в основном в электронном виде причем проще искать и проще там делать и бывает потом проще там чтобы чудесным образом приказ появился вдруг между двух строчек которым забыли вот так сейчас еще эту секундочку вопрос 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 осыпется я пока так если работник несколько лет не работал дополнительно что-то нужно запросить но если он не работал несколько лет что можете у него запросить вы можете у него запросить там если только при приеме на работу чтобы понимать где он что был но с точки зрения кадров и безопасности рейдф опрос если не работал не работал если скажу что я работал по договору гпх на спросить договор гпх хотя они роли никакой там играть не будут форма трудовой книжки тк 2 это не форма форма у нас одна она установлена тысяч втором году тк 2 это серия серия вот есть тк-1 тк-2 тк-3 тк-4 это соответствует годам выпуска трудовых книжек то есть когда они выпускались вообще как должна быть заверена книга учетка бланк трудовых книжек прошита пронумерована скреплена сургучной печатью или опломбирована сколько вас сегодня нового интересного причем это все это все написано в документах так ну давайте на надежда задавайте вопрос у нас группа компаний специальная кадровый специалист оформлен на работу патрон в одной из компаний другими компаниями наказ услуги специалиста пока на основном заключен договор наказания услуг какие пользы в таком случае должны стоять во всех документах тех компаний где нет кадрового специалиста там стоят подписи на первое посмотрите подписи ответственных лиц вот мы ведем пример одну компанию вот так у нас тоже группа компаний она маленький компания нет кадровика никто не оформлял но мы ведем там расписывается либо может быть там бухгалтера расписываться там в принципе вот поставится и все можно чтобы не заморачиваться можно там применять на всех компаний по совместительству тогда можно там подписываться то есть как оформлен документы если может еще быть так что я видел одну организацию что есть кадровая служба одной организации ход и она одна работает на всех но у них в уставе есть такое что есть консалтинговые услуги могут оказывать и поэтому там договор с третьими лицами как называется аутсорсинг и у них все документы хранятся там все остальное договор персональные данные разрешения то что третьи лица могут обрабатывать все остальное там как бы есть консалтинговые договоры все это написано но я делаю проще чтобы посвятить что оформляется вот все везде и все подписи ставят либо генеральный директор так регистрация всего остального это чего перечислите пожалуйста но регистрируем мы трудовые книжки на этом журнале регистрируются приказы трудовой договор можете регистрирует можно регистрировать справки могут регистрироваться различные регистрируются входящие документы то есть в принципе все чтобы все что вы хотите регистрировать единственное что мы обязаны регистрировать это бланки трудовых книжек в организации и трудовые книжки граждан которых принимаются на работу мы обязаны регистрировать А приказы о приеме на работу, переводе, приказы командировки регистрируются, потому что если нет журнала регистрации, вы номер не можете присвоить, а тут номер-то будете брать. А я слышал ответ, я посмотрю последний и поставлю новый. Я понимаю, что тоже так некоторые делали, но это бред, потому что потом найти невозможно. Ничего. Вот. Так что так, еще вопросы. Я понимаю, что вопросов много. Поэтому нужно потихонечку, полегонечку осваивать данное направление. Потому что сначала кажется, что все, катастрофа. Как я помню, первый раз проходила плановая проверка инспекции по труду. Хорошо, что она как бы... Знаем заранее, когда будет плановая проверка. Когда мы пришли, увидели все это дело, там, в отделу кадров отдал, я себе говорю, что мы теперь совсем этим будем делать. Вот. Ничего. Глаза боятся, руки делают. Сидели, распределили, кто чем занимается, кто что делает. И сидели, готовили все. Документы, которых нет, готовили все остальное. Самое главное знать, что должно быть. Потому что если вы не знаете, что должно быть, вы не понимаете, оно у вас есть или у вас нет. И даже другое. Оно у вас есть. К примеру, у нас есть положение персонали. Ну и хорошо. Это кроме вас никому больше не нужно. Но зато у вас нет положения. Правильно, у вас порядка. А вот это уже нужно. Или у нас есть премии в организации, да? А положения премирования нету. А кто должен, кстати, первый поднять голос, что положения премирования нету? Сотрудники. Нет. Балтерия. Балтерия. Потому что налоговая приходит. Налоговая придет и скажет, что вы примете, выплачиваете, иначе она положит это на премию. Так, приказы ведутся в общем порядке. Единую нумерацию приказов на работу, переводе об увольнении. Пожалуйста. Просто это все приказ по личному составу. Опять же, вот это же внутреннее дело. Вот у меня, к примеру, есть приказ по личному составу. Прием, перевод, увольнение. Так что? Нет. Приказ. Нет, пожалуйста, можно делать одним. Нет, в коем случае. Кто вам сказал, что ни в коем случае? Ну, смотрите. У документов есть разность ураганения. Если вы в одну кучу будете отпускать, отпускать за свой счет. Я говорю про нумерацию. Если это разные вещи. Взять, мы можем в одной куче. Смотрите. Хранить вместе вы их не можете, потому что там у вас не пройдет это дело. А нумерацию, некоторые, я видел, в группе, по личному составу делают все. Но у меня, да, вот правильно. Все в одной куче. Разные сроки хранения. Разные сроки хранения. Приказный отпуск в 5 лет. А приказы без хранения 75 лет. Как вы можете их в одном случае нумеровать? Нет, нумеровать-то вы можете хранить, вы не можете. Да, хранить. Поэтому. Мы сохраним вечно. Это понятно. Вы даже не знаете, как вы не знаете. Я под этим еще занимаюсь. У меня и так 3 кабинета там. Поэтому вопрос следующий, что кадровики обычно распределены, вот исходя из этого, исходя из вообще того, чтобы как-то разделить все эти нумерации. Делают, что, к примеру, прием, перевод, увольнение, это вот 75 лет хранения. То есть прием, перевод, увольнение. Все, отпуска. Там по делаю. Своя нумерация по командировке. Своя нумерация там, ка. Там еще что-то там делают. Приказы по основной деятельности, приказы по личному составу не могут быть. Вот тут не может быть ни на какой нумерации. Потому что нумерация разная. Потому что приказы по основной деятельности – это отдельная группа приказов. Приказы по личному составу – это вторая группа приказов. А сейчас я вам еще скажу еще одну фразу, вообще он с вас убьет. Еще есть приказ на статье хозяйственной деятельности. Да, точно. Вот видите, сколько вам нужно интересно изучить. Что за основной? Приказ на статье хозяйственной деятельности. Итак, объясняю. Приказ в утверждении штатного расписания или приказ на создание какого-то подразделения приказа по основной деятельности. Потому что это приказы организационные, где генеральный директор дает указание, кому что надо сделать. А приказ по личному составу, это приказы, которые касаются людей конкретных, которые по функциям кадровых приема, перевод увольнения, пускай исполнение обязанностей какие-то, там вопросы связанные, такие вот. А по основной деятельности, это приказы, связанные с снабжением, с хозяйственными вопросами. Ну, как? Ну, что-то есть. У нас не будет много предел, по личному составу с буквами КАК. Это командировки. А вот этого у нас нет. Значит, путь в октябре. У нас сказали, у нас нет. Так, вот я так и делаю. Беру приказ, а по-другому не знал, так глушите за мою мобору, ушла, ничего мне не передав, мне положено две недели. Ну, ничего, сделайте аудит. Я тоже так, когда один орган сделал аудит, там вообще кошмар был. Вообще ничего нету. Тоже так, приказы были. Поэтому вы приходите спокойненько, делаете аудит, заводите журнал, ведете нумерацию с того момента, когда вы пришли, и там смотрят, чтобы просто не было каких-то повторов, даете там еще, может быть, 10 номеров вперед, чтобы там на всякий случай. И пошли номера все. Ну, у вас уже пошли журнал, все остальное, все хорошо и замечательно. Приказ изменения штата в списании, приказ по основной деятельности. И фото тоже по основной деятельности. Это приказы реализационные. Отсюда сейчас надежда задает вопросы. Итак, еще вопросы. Вы советите, вот куда бы, если что-то вы не делали, обратите, вот давайте больше всего. Это куда? Где вы спросите? Что у нас есть? У нас есть, например, поставили консультант. Но я бы на вопрос. Приводите меня на работу. Консультант. Потом будете спокойно. Консультант. Это правовая система. Консультант – это помощник. То есть, где вы ищете ответы на вопросы, которых вы так сходу не можете ответить, текстовки нужно посмотреть. Во-вторых, там идут ссылки на какие-то постановления, судебные практики у вас подключены, еще что-то такое. То есть, вы сможете посмотреть, что пишут. Понимаете, без фундаментальных знаний достаточно тяжело. Ну, методом проба ошибок можно, но только ошибки в дорогу стоят. Не можем пробовать. Как можно. Вы так в себе не уверены? Да, я пару раз напоминаю. Я только слышу про постоянно. Я говорю, начинайте планомерно учиться. Вот такой семинар, понимаете, такой семинар. У меня физически некое дождение заниматься этим участком, которое у меня тоже было. 18 человек. Мало, но с маленькой, ну, с пользователем 13. Ну, сижу я не разгибаюсь, когда секретарь, он же еще, 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 вот все на меня. Я, к счастью, это под кадром, причем, что у меня дела не передали. Я даже не представляю. А текучка какая? Ну, маленькая текучка. Ну, сразу же человек, он на работу, когда, он по-другому, он не с ним. Несколько угорева сегодня. Да, несколько раз. Я уже буду. А где, в том же, когда, 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 есть замечательный, понимаете, а есть еще, есть форумы кадровиков. Кадровик.ру, сайт. Там есть форум профессиональный. Есть сайт кадровик практик. Там тоже есть форум. Там тоже можно задавать вопросы. Есть литература. Например, вот, видите ли, по шаговых инструкциям там написано все, четко. Понимаете, а на 15 человек штатка нужна, вся локалка нужна, то есть, какая ей разница, 50 у нее человек, 100 человек или 13? В чем с вами знали, это все уже. Вопрос в том, что 13 человек, в общем, остановить. Вот единственное. И все. Локально-нормативные акты, я говорю, можете просто их скачать с консультанта, вот просто сказать, знаете, вот просто, я вас тупо скачать с консультанта, заменить там все названия, юрлицы, подразделения, и все остальное, и просто, понимаете, вот здесь вот я бы сказал, вот чтобы оно было. А потом уже вы можете носить изменения. Но так как у вас, проблема в другом. Проблема не в том, что у вас знаний не хватает, это проблема, а в том, что на вас навалили все. Все навалили. Без знаний навалили все. И вот здесь, понимаете, здесь вопрос не то, что вам, кадровяком, не нравится работать, просто на вас навалили так, а у человека есть как бы определенные возможности физические. Можно говорить, все на свете, но в том, когда человек, ну, черт с ним, потому что и там не успеваем, и там не успеваем, и там не успеваем, но это уже не работает. Это работа на спор характера. Какой? Актифический, как какой? Ну, как-то, фокусы, юристы, вот такие вот эти, они же несколько, но все равно. Ну, это, поймите, это, я бы сказал так, кадровик, хороший кадровик, это бюрократ. Хороший, в смысле этого слова. Буква, это бюрократ. Но не перегибающий палку, потому что можно так вот на бюрократе, что потом человек обращается, потому что, ой, у вас нету подпись, ой, у вас этого нету. Ну, пускай поставят при тебе или что-то, какие проблемы там, или что-то еще такое, то есть, ну, не надо доходить. Итак, по поводу приказа по основной деятельности по личному составу, хотя и с хозяйственной деятельности есть приказы. Это, в принципе, это обычное дело производства, даже не кадровое дело производства, это обычное дело производства, порядок обычного дела производства. Есть литература, чего не доказуем. Ну, ГОС-то есть. Ну, вот, не соответствует ГОС-то ловит. Ну, приводите в соответствие. Незнание закона, не забывайте ответственности. Что все это? Кто мешает в соответствии? У вас, понимаете, в тот момент, когда вас никто не трогает, проверок нет, ничего такого нет, ну, делайте, потихонечку делайте все, что можно. Скажите, вот здесь надо однозначно, например, когда кадром не занимаются, вот, аудит, я говорю, что делать, когда аудит наступает? Первое, что нужно делать, это хватать трудовой книжки работников, и в сейф. Это первое, что нужно делать, потому что трудовые книжки вы не восстановите. Потом трудовой договор вы сделаете, приказы вы тоже можете сделать, там, это сделать, а трудовые книжки, если нет, это катастрофа. Еще раз, пожалуйста, посмотрите, вы сказали, ну, не записали, куда посмотреть, а сайтах. Кадровик.ру, кадровик практик. А у кадровика практика есть серия книг вот таких вот, где все очень подробно и доходчиво расписано. Вот. На сайте кадровик практик есть библиотека, у них есть типография. Они, правда, только можно заказывать их наложенным платежом, там вот все есть, можно здесь ознакомиться. Но опять же, вы кадровик практик сайт. Там у них есть что-то в электронном виде уже, что-то есть так вот. Но здесь смотрите, она вот, когда вот учится вот так вот самостоятельно на книжках, это все хорошо, она проблема в том, что когда вот мы, например, вот обучаемся аудиториям, мы рассматриваем случаи, конкретные вопросы, ответы, потом еще переписываем все, пишут на почту, все остальные дела. Мы с вами говорили про начальную очередь, это сказали 8 занятий, на сколько часов? То есть это на что надо рассчитывать? По 3 часа. А, 8 занятий по 3 часа? Потом, сейчас, 10 до 5. Одно занятие, 3 часа. Нет, оно может быть вечернее занятие, вечером. Если, то есть 8 вечеров, либо 4 выходных. Да, вот так. Либо 4 будничных дня. 4,5 месяцев, все зарплаты, тратить. Кстати, 80% работников, которые приходят на семинар, что-то платят сами. Платят сами, я всегда сама плачу. Итак, ну, в принципе, на этом все. Аucу. ПОЛИЦАН. Академия. . Субтитры создавал DimaTorzok